Всем привет! Я на базаре Чаршамба, 7,20. Вот эти костюмы, например, 450 лир. Мне кажется, на Старом базаре так же, но они вообще не тянутся. Вы видите, какое качество. Вот это, мне кажется, это все ластирывается. Много разноцветного, много разных фирм. То есть любое-любое голубое. Возможно, на Старом базаре оно дороже, но качество тоже. Видите, что творится. Обалдеть, обалдеть. Клубки уже голливаны, просто уже от жиры нету сил. Конечно, сейчас легче, я ничего не говорю, намного легче. Ну, парик. Вот такие платьишко продаются. Пижамы, мне кажется, круглый год продаются. 50 лир футболки. Вообще по 10 лир. Разгребай, что хочу и не хочу. Сумки, чемоданы. Кафе уже забрали, все, столика уже нет. Ну, потому что кто будет сидеть. Сейчас, знаете, все покупатели быстро-быстро бегают. Кто не успел купить все. А эти собираются покупать и покупать. Говорят, нам домой надо ехать к детям. Надо кормить детей. Здесь, например, 400 уже лет. 400, не 450, а как у того мальчика. Хотя то же самое. То же самое качество. Видите, как красиво складывают, просто. А вы думали, такое перевозят? Нет, все красивенько. По 50-ку тоже сейчас складывать будут. Дети любят, знаете, вот так полазать, посмотреть. Вот эти по 100 лир. Я когда-то их снимала, я не помню, почему они были. Вообще не помню. Цены так быстро меняются, что я уже... Особенно после того, как поснимаешь магазины, ты уже приходишь сюда и думаешь, уже ко всему готов. Знаете, 50 лир – это вообще ни о чем. Но оно и порванное может быть. Может быть нормальное. Вот такие топики – 120 лир. Вот такие юбочки – 200 лир. Я просто видела девочку в такой юбке. А, здесь шорты. Ну, еще полбеды. Потому что она шла и целую дорогу обтягивала. Думаю, да ты на что это обтягиваешь? Одела бы что-то длиннее. Было бы все нормально. Ну, так шорты здесь еще она переживала. То есть юбка – 200 лир. Вот такие шорты – 120 лир. Ну, ужасное качество. Я не знаю, что это. Это что-то… Хотя оно может, значит, стоять будет. Но то, что оно парить будет – это точно. По 60 лир футболки. Слушайте, честно, как будто разгром был какой-то. Вот это все убирать. Ну, по-моему, 30 лир или 35 лир собирает за уборку. С каждого места. То есть это нормальные счета. Вот видите, какие короткие. Ну да, шорты прям видно. Чуть-чуть надо было, чуть-чуть длиннее все-таки юбки сделать. Потому что они реально вот прям под попу. Это у нас в Турции молодежь таких ходит, что вы не удивляетесь. Просто я что-то вам не поснимала? Завтыкала Юля. Просто там девочка шла, ну так уже прикрывала ту попу. Мне уже неудобно было даже снимать. Знаете, она и так стесняется. Еще Юля со своей камерой. На, ты вам, пожалуйста. Нет, я такое делать не буду. Да, вот видите, вот это сейчас очень популярно. Ну, правда, оно же такая синтетика. Это просто. Олнар не кадар и тек. Этек не кадар. Да, тоже тут 200 лир. Понятно, что в оригинале это не такое качество должно быть. Это вообще непонятно, что. Они даже расклешонку не могут дать как надо. Ну, я оригинал не видела, не буду сравнивать. Но мне кажется, что положено чуть-чуть солнце клешек сделать, да? Или хотя бы полусолнце. Так, 75 лир вот это все. О, как хорошо, да, вам поскладывали. Смотрите, с колпочками все. Юля, что хорошего? Мы ничего не видим. Ну, извините. Юля пока выбирала то, что мне надо было. Прошло полтора часа. Не, ну меньше, меньше, ладно. Все, девочка устала, положили спать. А вот шорты. Шорт ларный кадар? Шорт ларный кадар. 50 лир, девочки, 50 лир шорты. Зачем платить больше? 600-800 в магазинах. Здесь 50 лир пошли, ободрали, как вам нужно. И все, и довольны, прицепили эти камушки. Зачем платить больше? Тот же джинс. Так, по 100 лир вот эти все футболки фирмовые. Пойдемте, купим картошку. Зато я чувствую, Юля, сегодня голодная встанет. Хорошо, что сейчас еще машины не поднимаются массово. Напоминаю, этот бар находится прямо напротив Гювенлик, Сосиал Гювенлик Мюдерлю. То есть там делают рабочую страховку. Активируют. Бесплатно. Но нужно сделать ее. Без нее она не работает. А на этом рынке пошла жара. Пошла распродажа, все, что можно. У меня картошка осталась, Юля. Нормально, 17 лир, 13. Все хорошо. Я, кстати, вот эти яблоки один раз взяла. Ну, честно, они как семечки. Ты даже не понимаешь, что ты съел, не съел. Там больше... Фасоли я что-то вообще... Они-то любители фасоли. Поэтому она у них и дорогая. Обалдеть, обалдеть. Я удивляюсь, что еще машины не едут. Вот просто на таран, знаете. Это видно, еще я рано иду домой. Ну, посмотрите. Все. Люди разъезжаются, им домой надо добраться, конечно. Нормально сесть поужинать. Смотрите, просто разгром. Обалдеть. Кукуруза 7 штук 50 лир. Я не знаю, что в этом будут вариться. Но я уже, видите, поздно выхожу. Вареная, готовая кукуруза была 1 качанчик 10 лир. Так выгоднее вообще уже свареную купить. Честно. Обычная процедура, когда я прихожу домой. Аслан должен меня пооблизывать. Потереться об меня, что типа все нормально. Мама вернулась, все дома. Она никуда не пропала. Это не мешает ему после этого. Через 5 минут даже подойти, куснуть меня. Ну, это если я с ним играюсь. Так просто он не кусается. Ну, вот все. Он будет рычать, лежать, знаете. Но обычно я его расчесываю. Как бы сразу два дела происходит. Он себя там облизывает, я его расчесываю. А это я просто лежала уже устала. Ногу занесла наверх. И она уже припленталась. Это чудо. Пооблизывать меня. Уже ладно, не расчесывай меня. Я тебя так пооблизываю. Чудик. Чудик. Домой покушала. Я решила показать вам то, что купила на базаре. Помидоры. Эти я брала по 10 лир за килограмм. Вот эти по 12. Пока я ела вот эти. Ну, такие с кислинкой, знаете. Не такие прям сладкие, как бывают помидоры. Но похоже на помидоры, по крайней мере. Картошка по 13 лир. Сколько я взяла, я не помню. Это вообще обалдеть. Ле-кола. Нет, не Кока-кола. Скажите, Юля, опять началось. Смотрите, что в этом хорошего. Сейчас скажут, все плохо, Юля, все плохо. Нет. Здесь хороший сахар. Сейчас у нас привозят Кока-колу с маленьким содержанием сахара. То есть, по-моему, 7-8 или что. То здесь 11. И тут кофеин. Вот тоже. То, что заставляет не заснуть, когда надо. Видно? Вот. Из-за этого я его покупаю. Потому что иногда мне надо не уснуть. А с кофе вместе, вы что? Я после кофе сразу сплю. Это бесполезно. Так вот. Оно стоит. Сейчас я вам скажу, сколько. 23 лиры. А Кока-кола уже стоит также 2,5 литра. 44. Это я видела в Мигросе. Я не знаю, может, опять подорожало. Молоко. 18,50. Мне нравится вот это молоко. Потому что яйлы. Жирные. Да. 3% жира. Не рекомендую брать с малым процентом жирности. Какое-то безжиренное. Потому что для того, чтобы было такое молоко, добавляют очень много химии разной. Очень вредная. Поэтому не дурейте, пейте нормальное молоко. И будет вам счастье. И какая-то хоть польза. Хотя мне все говорят, Юля, это все ненатурально. Но поверьте, лучше все равно пить ненатуральное с каким-то нормальным, да, яйлы, чем вообще-вообще одна химия. И вот этот шоколад. Биттер чоколада Биона. Оно есть разное. Буоно, Юля. Буоно. Оно есть разное с орехами. Синий. Еще зеленый с фисташками, по-моему. И маленькие разные. Все вкусно. Вот реально, вот этот шоколад, наверное, недорогой. Вот один из самых недорогих шоколадов. Вот он, плитка стоит 11 лир. Это, я уже не помню, почему в Мигросе, но мне кажется, дороже. И он продается только в Биме. Только в Биме. Все. В А101, в шоке, в Мигросе я этого не видела. Только в Биме. Вкусно. Можете взять попробовать, вам понравится. И вот это я пополнила карточку на Бимсель. У меня как раз закончился интернет на базаре. Я молодец. И 102 лиры. Это стоит 9 гигабайт на месяц. Плюс в каждом тороператоре вычитывается, по-моему, 9 лир с копейками. Каждый месяц государственный налог. Это независимо, какой оператор. Напишите, какие у вас тарифы, сколько вы платите за ваши гигабайты именно мобильного интернета. Потому что у нас дорого это дело. Так, Аслана. Ася, что ты там нашел, сына? Он уже коробочку себе нашел, чтобы играться. Какой-то мячик уже нашел. Да, ему вообще красота. Аслана, иди сюда, сына. Иди. Иди сюда. Мама, нема ни ковбасы, ни рыбы. Чего я туда пойду? Зачем оно мне надо? Я себе тут нормально шариком. Да, так что вот такие покупочки. Я обычно люблю помидоры с майонезом. Вот этот мне нравится майонез. Чокча. Вот как дома. И я беру помидоры, нарезаю, соль и майонез. Но если постный день, то понятно, что просто с маслом. Огурцы вот один раз взяли недавно. Какие-то сухие. Так что вот такие у меня покупочки сегодня. Да, я знаю, что многие против Кока-Колы. Ну, она даже, знаете, что лечит? Головную боль. Я не шучу. Серьезно. Если, проверенные, если вас тошнит, попейте Кока-Колу. Не Пепси-Кола, Кока-Колу. Только без, не вот этого, малую вместимость сахара. Нет, нормально. Вот. И тем более ни зиру, ни ноль сахара. Нормально. Если тошнит, если голова болит, вообще помогает. Турецкая, конечно, она, наверное, не такая немножко. Но вроде бы похожая. Мне кажется, газа может больше в Кока-Коле. Не знаю. Асан все. У него счастье. У него шарик где-то он раздобыл. Ой, ты моя маленькая. Куда ты потащился? Вы мне иногда спрашиваете. Юля, сколько у тебя идет на месяц? Вот, пожалуйста, вот как вы думаете, сколько у меня идет на месяц, если я покупаю картошку и помидоры? А знаете почему? Потому что у меня хорошие подписчики. И они мне дарят кобасу. Да. Так что я не скажу, что я такая, знаете, сижу на диете. Нет. Если нет поста, Юля ест кобасу. И очень вкусно. Сейчас, кстати, покажу. Вот такая колбаса у меня сейчас, да. Юля пока нет поста, отрывается. Но сегодня среда, постный день. Она пока ждет своего часа до завтра. Вот в такой упаковке она была. И девочки, напишите, кто мне подарила. Потому что я Фрусия забыла. Но я вам честно скажу, все подписчики, которые мне дали эту колбасу, все такие умничьи, они самую вкусную привозят. Ну такая же, просто бесподобная. Просто. Поэтому спасибо, Юля. Что бы я делала без вас, я не знаю. Спасибо огромное. Спасибо огромное, что досмотрели это видео. Спасибо за ваши подписки, комментарии, лайки. За ваши подарочки бесценные. Потому что, ну это вообще, знаете, такой каф. Ну нету, ну нету в Турции вот таких колбас. Ну нету, ну что я сделаю. Если бы не мои подписчики любимые, я бы уже забыла вообще вкус колбасы. Да? За мясо я молчу. Я уже не помню, когда я покупала последний раз. Поэтому вы меня балуете. Спасибо вам огромное. Целую всех, люблю, обнимаю и желаю меры в душе, любви, благодати, мудрости. И, конечно же, исполнения ваших самых-самых, самых добрых, самых заветных желаний. Целую вас, люблю и обнимаю.